всем привет меня зовут алекс явно чанге вьетнам собственно сейчас просто утро следующего дня я только что приехал сюда на слипер басе из дананга вот у меня сейчас 7 утра как бы заезд в отель в час поэтому не вижу других вариантов как просто пойти сразу вот так вот сходу гулять по городу заодно буду показывать вам все интересные достопримечательности и город короче добро пожаловать в новый влог так небольшая вставочка в описании под каждым видео есть теперь ссылка на мой личный телеграм паблик где вы можете в закрепленном сообщении вот здесь найти во первых информацию если вы хотите мне задонатить например если у вас есть такое желание а во вторых здесь есть ссылка на интересное сообщение где прикреплены мои google карты которые вы также можете приобрести как это вообще работает это мои закладки с местами где я был на протяжении всего моего путешествия соответственно в видосах вы их тоже все могли видеть поэтому если вам нравится мои видео вы можете приобрести тем самым поддержать мой канал вот например карта вьетнама смотрите есть город сапа город ханой город дананг и вот так выглядит закладки интересных мест то есть сердечками помечены какие-то интересные места смотровые площадки все такое там иконки еды это относится к кафе иконки остановок относятся к интересным остановкам автобусным например или каким-то другим которые сложно найти на официальных google картах вот есть карта еще таиланда вот на пхукете очень много точек аренда мотобайков рестораны интересные view point и фото точки и все остальное и вот карта бали она у меня вообще самая большая здесь действительно очень много точек особенно в убуде но не только в убуде вообще в целом по острову район кентамани также нусапенида острова гили и даже ломбок сейчас появляется поэтому если хотите приобрести карты и поддержать мое творчество и мой канал то ссылка на telegram в описании и дальше все полезные ссылки и сообщения в телеграме всего приятного просмотра собственно прямо сейчас я прогуливаюсь по главной набережной этого города набережная очень длинная мне кажется несколько километров то в одну что в другую сторону могу сказать что вот в 7 утра город не спит уже очень много людей на улицах очень много спортсменов смотрите все делают зарядку разминку и что такое честно говоря иногда это выглядит даже немного крипово потому что я проходил сейчас возле площадки с тренажерами но такая уличная обычная знаете и там каждый тренажер занят какой-нибудь вьетнамской бабушкой и все они очень активно и максимально неритмично друг с другом делают разные упражнения и выглядит немного как сумасшедший дом какой-то но я думаю я привыкну ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого об этом просто рассказываю как это выглядит смотрите квадратные деревья и вот это тоже причудливые формы они их наверное растят в каких-то специальных формах потому что внутри не так много иголочек как снаружи то есть она как будто бы полая внутри а вся вот эта мишура определенной формы снаружи видна получается форма пирамиды или куба вот еще видите как четко растет с четкими гранями в смысле а это на чанг центр торговый центр большой пока что я все еще двигаюсь в сторону точнее вдоль пляжа не хочу вглубь уходить пока планирую дойти до моста потому как город поделен опять же на две части и разделяет его река через которую идут по моему несколько мостов и вот я хочу дойти до северной части посмотреть что там благо времени у меня предостаточно сейчас очень здесь все по-спортивному вот теннисные корты например ой какие теннисные волейбольные пляжный волейбол наверное это пока что самый вообще спортивный город который я когда-либо видел вот где-либо я конечно знаю что азиаты это те же тайцы они тоже любят спорт ну насколько я слышал опять же да но теперь если сравнивать хотя сравнивать да почему бы и не сравнивать но в общем на чанг прямо на первом месте покажите вот примерно от тех домов я уже дошел и вдруг я заметил вот эти небольшие островки вот это вообще супер маленький остров и там я вижу несколько домиков стоит прям буквально весь остров это сплошные домики к слову об архитектуре она здесь очень разные в основном конечно это вот такого типа дома на мой сугубо личный взгляд архитектура мне пока не очень нравится здесь она максимально стандартная обычная без всяких европейских завитушек как я люблю да но мы еще не были с вами в центре так что пока рано об этом говорить но вот возле пляжа вот такая пока история мне кажется или в москве есть точно такое же здание прям один в один смотрите как какой интересный остров просто вот остров очень недалеко в принципе от суши и там я так понимаю какой-то храм на нем потому что звуки интересные и вот отсюда с этого берега ходят лодки но выглядит он круто тоже много мелочей всяких много деталей между прочим свастика если вы заметили много где в азии кстати она встречается это означает символ солнца позади меня обсерватория но она почему-то не работает охранник сказал что купить билет нельзя и цены стерты на табличке видимо и правда не работает но я знаю что там внутри телескоп и называется это кайнс технологии на чанг ну короче это обсерватория только почему-то закрытая какое-то еще одно загадочное место вот я там только что побывал но ничего не снял но могу рассказать вообще там просто кафе и еще продают за 30 тысяч вот на скалы не все там парочка скульптур есть ну короче что-то вроде мини-парка я решил что на того не стоит на самом деле поэтому просто посмотрел поглядел даже снимать не стал ну как вы уже поняли я нахожусь уже в северной части города через реку вот и позади это огромное здание это довольно знаменитый наверное жилой комплекс тут живет много русскоговорящих наших ребят и вообще так по ощущениям на самом деле эта часть города как будто бы более спокойная знаете это на первый взгляд а я выпил сейчас смузи мне жизнь кажется веселее теперь гораздо ваше му и моему вниманию предоставляется панагар темпл вот три тысячи и а а и а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...